Саламу алейкум. Всех приветствуем. Желаем удачи, мира, стабильности во всем мире. Почему я вышел на прямой эфир? Очень много слухов по-разному, как хотят, так и преподносится. Некоторые специально распространяют слухи, определенные институты работают для того, чтобы натворить, как сказать правильно, подвести, чтобы случилось то, что случилось у нас в 90-е годы. И в 99-е годы делать все для того, чтобы натравить друг против друга российские, украинские народы. В частности, используют больше чеченцев. Некоторые говорят, что чеченцы сдаются, показывают ролики, что задержаны наши спецагенты, которые давали нам координаты. Некоторые говорят, что много убитых наших бойцов. Я вам официально заявляю, на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту, у нас нет ни одного потери, ни одного раненого человека, нет ни одного царапины, ни один человек даже не заболел насморком даже. Есть хорошие показатели, результаты. Наши бойцы из Национальной гвардии забрали оперативную бригаду Национальной гвардии Украины. Там очень много бронетехники, боеприпасов, оружия. И то отдача, действительно, в три раза, было бы и столкновение, было бы и столкновение, но в голосе Высшнему, без потерь мы забрали этот объект, объект бригады. И я хочу сказать украинскому народу, клоун Зеленский, он обманывает вас, он говорит чушь и ерунду, он говорит, что они убивают, они взрывают, они берут плен российские военнослужащие, сдаются в плен. Это неправда. Военнослужащие, да, и все сотрудники, которые находятся вокруг Украины, да, или в Украине, да, у них первая задача обеспечить безопасность населения, не разрушать города. Мы видим, как бандеровцы и те шайтаны, которые у нас убивали, и мы их выиграли отсюда, да, потом по следующим их, да, приютила Европа, другие государства, да, накормили их, их отправили, да, на Украину, да. Вот эти люди ставят боевые техники, да, именно в центре, да, в центре города, в селах, населенных пунктах, да, и оттуда ведут, да, боевые действия. Хотя, да, да, надо было, есть все возможности полностью дать отпор, да, делать то, что нужно. Все-таки военнослужащие Луганска, Донбасс, Донбасс, да, да, и российские военнослужащие, да, да, не открывать огонь против этих шайтанов. Хотя нужно было, да, да, я обращаю связь, да, да, оскорбляющие, да, чеченцев, россиян, да, да, наоборот, выходите и скажите своему, да, президенту пока, чтобы он нашел выход из ситуации. Война убивает, война разрушает. Никогда, да, да, война не заканчивается без предпереговоров, да, да, поэтому сегодня бандеровцы, западные европейские государства, да, Из вас делали, как тогда, тогда нас использовали, чтобы развалить Россию. Вот так сегодня вас тоже использовали для того, чтобы защитить свои интересы против суверенного государства России. У них нет никакой цели, кроме как поставить туда Украину военную базу и диктовать условия нам всем. Сегодня они хорошо поют, а завтра совсем по-другому запоют, как и в других государствах. Уважаемый украинский народ, выгодите, скажите тем шайтанам, которые сегодня не понимают, чтобы они поняли. И сложили оружие или выехали из Украины. Абсолютно сегодня забрать Киев или Харьков или другие города абсолютно нет проблем. Просто есть задача, задача, которая должна выполнить беспотерно. Вот каждая жизнь человека дороже. И поэтому вот так аккуратно проводят специальные мероприятия, ведут против именно этих шайтанов боевых действий. Против пограничников, военнослужащих, других структур, как мы видим, абсолютно никаких претензий нет. Бригаду оставили, ушли, отпустили, национальную, гвардии Украины. Это бригада оперативная. Когда я увидел оружие, которое там есть, я удивился. И столько оружия пораздавали украинскому народу. И тем, кто заехал туда для того, чтобы разграбить ваше имущество, это прям шокирует. Поэтому мы не хотим, и у нас нет желания воевать против Украины и против украинского народа. Мы против тех, кто убивал, убивали нас, и кто хотят убивать нас. У нас есть позиции, однозначно. Это безопасность нашего государства, народа. И мы не хотим, чтобы через Украину напали на Россию. Поэтому президент принял правильное решение. Мы его приказы выполним при любых обстоятельствах. Поэтому не думайте, что чеченцы, русские или другие народы вас не любят. Мы все любим вас. Мы все не хотим войны. Те, кто выступает против войны, против политики, руководства государства, несколько продажных людей, это их позиции. А остальные ДОН, 90 ДОН, 9% населения поддерживают. Поддерживают ДОН, потому что знают, что это безопасность нашего государства, поддерживают решение президента. Просто ДОН, жалко ДОН нам всем. Именно чеченцам больше жалко вас, ваш народ. Потому что будут страдать дети, женщины, старики ДОН. Если сегодня вы сами не выдадите ДОН и не выгоните ДОН, этих ДОН, бандерцев ДОН, этих шайтанов разных ДОН, национальностей, которые собрались от чеченцев, если вы сами не очистите свои города, то вам же будет хуже. Я вас прошу с пониманием относиться к тем ДОН решениям, которые сегодня принимает наш президент и наши вооруженные силы. И мы хотим мир во всем мире. И еще раз обращаюсь к тем шайтанам, которые говорят, что ждут нас. Или говорили, приезжайте, мы вас встретим, определите вашу точку ДОН. Мы туда приедем и разберемся с вами лично ДОН. У нас с вами лично религиозные ДОН, шоты ДОН. Вы, ДОН, отступники, вы шайтаны ДОН, и мы вас, где бы вы ни были, будем уничтожать ДОН. Поэтому, как вы называете себя ДОН, батальон шейх Мансура, Дудаева, вы не имеете права называть имя шейх Мансура ДОН. Мы потомки шейх Мансура, и мы вас уничтожим, где бы вы ни находились ДОН. Поэтому подскажите, где вы находитесь, там мы появимся, и там мы вас уничтожим. Вы сбежали из Чеченской республики, и сейчас оттуда кричите, что вы воины ДОН. Подумайте сами, украинский народ. Они от нас сбежали ДОН, убивав наших детей, стариков ДОН. У них не было смелости воевать против нас. И сегодня они вам говорят, что вам они будут помогать и будут обеспечить безопасность. Они сбежали от нас, ДОН, и издалека кричат нам с паталитическими лозунгами, ДОН. Я вас заверяю, они самые подлые, продажные твари, ДОН. Они шайтанами, мы их тогда называли шайтанами. Мы их уничтожали и будем уничтожать. Поэтому не давайте вас обманывать тем продажным людям, западноевропейским ДОН, политикам, которые защищают свои личные интересы ДОН. Клянусь ДОН, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и за украинский народ. Это я лично слышал и знаю, и убежден 100%. Настолько он беспокоится за украинский народ. Да здравствует Миль.